Построить фельдшерско-акушерский пункт, отремонтировать школу искусств, установить светофор. С такими просьбами к Михаилу Игнатьеву обращались жители республики. Сегодня глава Чувашии провел очередной прием граждан по личным вопросам. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. В часы пик на остановке Институт образования транспортный коллапс. К тому же водители часто не пропускают людей, переходящих по зебре. Установить в этом месте светофор просьба пенсионерки Маргариты Ефимовой. На воду в воду считается весь Ворский 3, живет и перемещается, переходит улицы. И наша сторона от полицейского отдела номер 4, весь микрорайон до улицы Кривова. Глава региона отметил, что вопрос по установке светофора решится до конца этого года. Вы знаете, школа строится? Да. И с учетом ввода этой общепродуктной школы в эксплуатацию, к сентябрям месяце мы хотим это все сделать, пассажиры боток, конечно, там увеличился будет. Может быть, тот светофор, который там рядом, чтобы светофор на светофоре не был, придется нам перенести. То есть на остановке Институт образования. Надо оценить специалиста, который будет выезжать. Значит, вот Николай Станиславович своей управленческой командой тоже будет общественные депутатские контроли осуществлять. То ли это будет мигающий постоянный сигнал, или действительно он будет работать в полном режиме. Я думаю, что комиссия, которая выйдет из города в составе сотрудников ГИБДД и всех заинтересованных лиц комплексно оценит необходимость светофора на этом переходе. Оборудовать освещение на трассе для безопасности пешеходов попросила жительница села Яндаба Заира Иванова. Наша деревня расположена вдоль трассы республиканского значения Чебоксары-Сурская. И на противоположной стороне школы находится и в темное время суток, ну зимой, осенью, очень тяжело переходить. Проект будет включен в работу. К первому сентябрю, к дню знаний, это мы обязаны уже сделать, чтобы было светло. Татьяну Багманову волнует судьба Алатарской детской школы искусств. Объекту необходим ремонт. Город преображается, и поэтому хотелось бы тоже видеть это здание в красивом виде. Внутри там тоже требует ремонт. И поэтому хочется вашей помощи и содействия. Там три здания получается. Постараемся отремонтировать на конце концов. Насколько скоро будут проложены канализационные сети на улице Придорожной в Малиинском посаде – вопрос Елены Замятиной. Она многодетная мама и мечтает о своем доме. Очень сложно там что-то делать, потому что нет коммуникации, нет канализации, например, дом не построить. Проблематично все это делать. Ну, я думаю, что я выражу желание всех там собственных участков земель. Один миллион сто шесть тысяч рублей, и при уточнении бюджета мы хотим его заложить, для того, чтобы проложить. Но с содной канализацией ничего невозможно сделать. Теперь же надо газификацию провести, электроэнергию провести, водоотведение надо провести. Будем отслеживать. Чтобы там комплексно могли спроектировать вместе с администрацией района. Для того, чтобы потом дома начинать примерно строить. Как будут исполняться просьбы жителей, озвученные на приеме глава региона, намерен проконтролировать лично. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.